Давайте здесь все-таки разобьем парк, аллею, чтобы у нас не только памятник играл, но и вся пришкольная территория. Вот такое у меня желание есть. Установят скамейки, высадят цветы и посадят деревья. К 75-летию победы двор Сенотской школы полностью изменится. Инициативу депутату Госдумы Николаю Панколу обрадовал не только педагогический состав, но и учеников Сенотской школы. Ведь в создании дизайн-проекта смогут принять участие сами школьники. По словам директора сельской школы Светланы Маховой, они проведут конкурсы, выберут лучшие идеи по благоустройству территории. Если осуществится этот проект, то будет вообще здорово. Тогда это будет знаковое событие не только для школы. Это знаковое событие будет и для села, и для всего района. Тогда был мороз, по-моему, в Москве, да? В персажине? Только снег был. В день 78-летия битвы у Дубосекова Николай Панков посетил и монумент политрука Василия Клочкова. Памятник на родине героя возвели по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Благодаря его же проекту отремонтировали и дом культуры, который ранее был непригоден к эксплуатации. А также провели реконструкцию местной школы. И таких примеров много, отметил депутат. Для спикера Госдумы важно сохранить народную память о героях войны. Вячеслав Викторович Володин реставрирует памятник Панфилову в Петровске, памятник герою Советского Союза Тололихину в Энгельсе, памятник Марине Росковой, парк Марине Росковой. Тем самым его инициатива, она также сподвигла его сторонников. На днях также стало известно, что уже выделили деньги на то, чтобы сохранить дом офицеров в летном городке Энгельса. Об этом заявил председатель Госдумы. Напомним, несколько лет назад здание закрыли из-за аварийного состояния. С просьбой о помощи к Вячеславу Володину обратились жители летного городка и ветераны. Рану Шегинян, Максим Пустовалов, Саратов, 24.